Здравствуйте, друзья! У меня в Владивостоке сейчас утро, полдевятого. Я проснулся в семь, и мне захотелось сегодня с вами поделиться своими впечатлениями о моём сайте Токебана наукообразности. Я вижу, многие разочаровались в нём и уходят. Со страшной скоростью уходят. Ну что ж, я, естественно, вас ничем привлечь не могу, потому что сейчас у меня нет токарки. Эх, и стокарные работы у капиталистов тоже проблем. Представляете, не берут они таких молодых людей, как я, в смысле в моём возрасте. А если берут, то очень быстро расстаются. Говорят, скорость не та. Ну, я с ними согласен. Я 62 года без двух месяцев, без полтора месяца прожил и понял, понял, почему в 1917 году случилась революция. Ой, и теперь я точно знаю, что наши дедушки были правы. Но я вас к революции не призываю. Я, друзья, хочу поговорить с вами, попросить вас помочь мне. Я капиталистом не хочу быть. Я был работягой, я им и помру через 48 лет. Дилипийской мне уже никогда не стать. Ну, вы многие знаете, многие, которые приходят ко мне на стрим. Стримеры, кстати, мне очень помогают. В смысле, друзья, которые со мной, ба-ба-ба-ба. Они помогают. Я, друзья, уже с их помощью насобирал 57 тысяч, 58, уже по 58 тысяч рублей на токарную мастерскую, о которой я мечтал всю жизнь. И, которую я хочу построить в своей деревне, куда я собираюсь жить, в Сибирь. Омская область, Новаршавский район, село Красный Яр. Речка рядом, Иртиш, 2 километра протока. Рядом она вот, фу, я плеваю, попадаю. И вот, друзья, ну, я не об этом, я вам потом все покажу, друзья, все, ничего не скрою. Я мечтаю все-таки наладить дистанционное токарное обучение. Для этого мне нужна токарная мастерская, небольшая. Помещение у меня там есть, надо только переоборудовать. Вот, друзья, поскольку в России профессионального обучения, поверьте мне, уже больше никогда не будет. Навряд ли его восстановят. Все хотят быть адвокатами, чиновниками. И мало-мало кто хочет быть токарем или презировщиком, понимаете. Все думают, что вот у нас вся страна будет иметь ЧПУ. ЧПУ это дерьмо, с моей точки зрения. Настоящий токар, своими руками на станках творит шедевры. Поняли? Таких, надеюсь, еще есть, конечно. Но мы токаря. Поверьте моему слову, мамонты. Мы вымираем. А учить нас никто не хочет. Представляете? Я заглядываю, когда в форпост, в работу, у меня слезы начинают капать непроизвольно. На флот требуется токарей. С ума сойти. Все забито. Представляете? А где их взять? В Валерий Востоке ни одного училища нет. Я в прошлом году 9 человек для ФЕСКО готовил. Но официально меня пригласили просто. Вот. Поэтому, друзья, я хочу сделать свою токарочку. Но у себя в деревне, я хочу в деревню. Меня надоели города. Честное слово, я вам признаюсь. Я очень хочу в деревню. Представляете? И там, когда я сделаю токарочку, надо мной не будет ни один начальник стоять там, за спиной, я имею в виду, и не будет мне указывать. Представляете? Делай то, делай это. Ты вообще лентяй. Иди отсюда и т.д. А я буду для вас подробно снимать все. Все, что вы пожелаете. Допустим, как правильно заточить визетчик? У меня есть такие ролики. Их не без меня дофига. Но я буду сделать еще лучше. Понимаете, когда мне никто не будет мешать. Представляете? Никто не помешает. У интимной, можно сказать, обстановочке, я сниму и вам с любого ракурса покажу, как это делается, и расскажу. Естественно. Поэтому, друзья, сейчас пока у меня все бегут, потому что ролики про Владивосток мои кулинарные способности практически никому не нравятся. Их мало смотрят. У меня на канале в основные просмотры за счет токарки. Токарного шоу. Я вас мечтаю научить картошку на токарном станке очистить. И овощи. И я научу вас. Поэтому, друзья, я вас очень-очень прошу, помогите собрать. Я сам не могу. Я сейчас пенсия 12 тысяч, половину за эту хату плачу. Зарабатываю я всегда немного, честное слово. Поэтому вот у меня надежда на вас, друзья. Я хочу вам сказать, я не шулер. Понимаете? Просто я не могу сейчас именно заработать на эту мастерскую сам. Вернее, я могу, но буду очень долго. Но мне очень хочется в деревню. Я бы планировал в этом году, в конце мая, в начале июня. Но, похоже, пока не получается. Собрано всего 57, 58 тысяч на сегодняшний день. А надо бы хотя бы 150, чтобы я купил два станочка токарные и фрезерные. И начал. Я бы еще и зарабатывал немножко силикатом, потому что в моем районном районном центре разрушены все предприятия. Это я точно знаю, я езжу и знаю. Нет тут токарей. На одной, на одном кирпичном заводе остался один токарь, который, говорят, пьет. Его скоро выгонят. Не дай бог помрет до моего приезда. Ни в коем случае. Я ему желаю, пусть живет тоже долго. Только не пьет. Вот. И я бы, понимаете, и зарабатывал между делом на дальше на усовершенствование токарки. Видите, меня, мои основные подписчики, которые в меня верят, которые верят в токарку, они мне помогают. Я, которые даже, представляете, ой, я вам сейчас покажу вот, с ума сойти. Друзья, вы только погляньте. вот списочек. Я недавно, правда, стал заводить, но я недавно стал карту показывать. Вот на карту у меня здесь Александр Шейн аж 5000 прислал. Вот человек в меня верит. Но я вас не призываю каждого по 5000. Вы что, это с моей стороны было бы совсем неправильно, понимаете? Это вымогательство чистейшей воде. А стольник по стольнику. Я думаю, это не в обременении каждому. А если мне 300 человек пришлет по стольнику, вы представьте, я уже смогу старочек купить. Понимаете? Ну, я хочу новое взять, потому что зачем мне старое? Ну, я посмотрю, я в Омске буду выбирать, не здесь в Аварике, с собой же минию в поезде. Итак, друзья, я вас очень прошу, не считайте меня хапугой, вымогателем, маклером, аферистом и так далее. Я простой бывший моряк, токарь судовой, хочу стать токарем сельским и начну, клянусь для вас, дистанционное обучение по нужным человечеству специальностям. я не буду вас учить на банкиров, на воднюк и так далее. Представляете, я буду вас учить самым разумным специальностям на земле. Спасибо за внимание. Помогите, пожалуйста, я вас очень прошу.